Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей, и сегодня я снова приглашаю вас позаниматься вместе со мной английским языком. Я буду смотреть видеоролик на английском языке и подробно для вас его комментировать. Мы будем смотреть видео из рубрики Breakdown на канале GQ. В этой рубрике приглашенные эксперты смотрят сцены из фильмов и комментируют их со своей экспертной точки зрения. Например, какой-нибудь бывший морской котик может смотреть фильм про войну и комментировать, как там показывают сражения или оружие. Или, скажем, повар может смотреть какие-нибудь моменты из кулинарных шоу или из фильмов, связанных с кулинарией, и комментировать вот эти сцены. Мы будем смотреть видео, где специалист по дикой природе комментирует сцены из фильмов про животных. Здесь наш эксперт, ведущий этого выпуска, представляется, говорит, как его зовут. Говорит, что он работает биологом, он эксперт по дикой природе. Wildlife Biologist, то есть биолог, который изучает дикую природу. Также он работает на канале Animal Planet. Рубрика называется The Breakdown, что значит разбор. To break down something значит разбирать что-то подробно. Здесь ведущий разбирает сцену из фильма, а я, в свою очередь, разбираю его разбор. Мы будем смотреть отрывочек из фильма Ace Ventura 1994 года. First up Ace Ventura. First up значит в первую очередь, или, ну, то есть он имеет в виду, начнем вот с этого. В первом у нас идет фильм Ace Ventura. Эксперт наш ставит видео на паузу. Я тоже поставлю его на паузу для того, чтобы прокомментировать, что здесь говорит Ace Ventura. Ace Ventura говорит check this out и затем сразу же look at that. И то и другое, смысл примерно одинаковый у этих двух выражений. Look at that значит посмотри на это буквально, а check it out то же самое, что и посмотри на это. Что-то вроде зацени, вот как вот говорят по-русски, такой стенговый вариант. Ну, глянь, зацени, вот что за штука. Он показывает объявление, где разыскивается пропавший голубь и говорит, это истинный голубь, настоящий голубь, голубь альбинос. Пиджан это голубь, албино это альбинос. А true настоящий истинный. Кстати, когда я мышку вот навожу и тут появляется перевод, на ютубе такого нет по умолчанию. Это у меня просто плагин такой установлен, который дает кое-какие дополнительные возможности ютубному плееру, связанные с изучением языков. Ну, если хотите, я в описании напишу, как этот плагин называется. Я сам только начал пользоваться, еще толком не разобрался. Some rich guy lost it. He's offering a $25,000 reward. Some rich guy, some rich guy lost it. Rich guy это богатый парень, то есть какой-то богатый парень его потерял, имеется в виду этого голубя. А вот слово some здесь используется как аналог артикля, неопределенного артикля. То есть Эс Вентура мог сказать, a rich guy lost it. Некий какой-то богатый парень потерял его, этого голубя. Ну, точно так же можно сказать, some rich guy lost it. Часто используется так в разговорной речи. Who was that? Кто это был? I don't know, some guy, не знаю. Какой-то парень. Ну, что-то вроде этого. Some rich guy lost it. He's offering a $25,000 reward. Он предлагает награду в 25,000 долларов. На бумажке написано 25,000 долларов награда. Reward это награда. Или глагол to reward значит вознаграждать. At $25,000 reward значит награда размером в 25,000 долларов. He's offering, offer это предлагать. Особенно, когда речь идет о предложении какой-нибудь сделки или денег, например, от предложения. He's offering a $25,000 reward. So I'm gonna pause it right there. Здесь ведущий говорит, so I'm gonna pause it right there. Слово pause, pause. Значит, либо пауза, существительная пауза, либо это может быть глагол. To pause something значит поставить что-то на паузу. I paused the video, я поставил видео на паузу. И здесь он комментирует. It's pretty funny just off the start. Funny смешной, а pretty funny на речи о pretty значит довольно-таки весьма смешной. Это довольно забавно, прямо с самого начала. Just off the start значит прямо с самого начала. It's pretty funny just off the start. If you're somebody who lives in a city anywhere, you know that there's nothing that uncommon about seeing a white pigeon. You know, you see them every day. So just the fact that... Ну, я думаю, здесь основной смысл понятен, несмотря на то, что он говорит быстро. Он говорит о том, что если вы живете в городе, где угодно, вы знаете, что нет ничего необычного в том, чтобы в голубе встретить белого голубя. В городе встретить белого голубя. То есть это самая привычная городская птица, наверное. You know that there's nothing that uncommon about seeing a white pigeon. You know, you see them every day. Вы их видите каждый день. Давайте немножечко подробнее разберем эти предложения. If you're somebody who lives in a city anywhere. Если вы кто-то, кто живет в городе, где угодно, ну то есть в любой стране, скорее всего он имеет в виду, в любой стране, наверное, есть голуби, то вы знаете. Вот вместо вот этой части, if you're somebody who lives in a city anywhere, можно было бы сказать... Не забудьте, это все-таки устная речь, а устно мы говорим, как правило, не очень хорошо, если только мы не читаем по бумажке. Но вернее не то, чтобы не очень хорошо, мы говорим не совсем так, как если бы этот текст был написан. Можно было бы сказать просто... If you live in a city anywhere. Если вы живете где-нибудь в городе, в каком-нибудь городе. Но здесь он сказал так. Если вы такой человек, который живет в городе где-либо... Скорее всего он дальше скажет, здесь субтитры у нас пока заканчиваются. Слово uncommon, значит... Вот здесь мне вот этот вот плагин, переводчик подсказывает. Редкий, незаурядный, необыкновенный, недюжинный. Ну смысл такой, что... Common это значит обычный, привычный нам. Например, мы можем сказать... John is a very common name. John это очень распространенное имя. А антоним, uncommon, значит наоборот. Необычный, нечасто встречающийся. То есть нет ничего необычного в том, чтобы увидеть белого голубя. You see them every day. Вы их каждый день видите. You know that there's nothing that uncommon about seeing a white pigeon. You know, you see them every day. So just the fact that in this clip, Ace Ventura is looking for a rare albino pigeon that's worth 25 grand is absolutely hilarious. So it's a good start. It's a good start. Это хорошее начало. Давайте вернемся немножечко назад. So just the fact that in this clip, Ace Ventura is looking for a rare albino pigeon. Сам по себе факт, что в этом отрывке Ace Ventura ищет якобы редкого белого голубя-альбиноса, это уже само по себе смешно. Ну то есть здесь он объясняет, что весь прикол в том, что как раз таки вот эти вот белые голуби это самые распространенные голуби. Ничего редкого в них конечно же нет. Just the fact that... Сам по себе факт. Попросту факт что... In this clip, слово clip, clip, в русском языке так закрепилось исторически, что слово clip у нас ассоциируется в первую очередь с музыкальным видео. То есть мы говорим там клипы по телевизору идут, то есть музыкальные клипы, музыкальные видеоролики. Но в английском clip это просто отрезок чего-то. То есть clip это просто какой-то кусочек видео. Ну в данном случае отрывок из фильма. В данном... So the fact that in this clip сам по себе факт, что в этом ролике Ace Ventura ищет... So just the fact that in this clip Ace Ventura is looking for a rare albino pigeon that's worth 25 grand. Ищет редкого голубя-альбиноса, который стоит 25 штук. It's hilarious, он по-моему сказал. It's absolutely hilarious. It's absolutely hilarious. For a rare albino pigeon that's worth 25 grand is absolutely hilarious. Да, it's absolutely hilarious. Сам по себе этот факт, он просто очень смешной, скажем так. 25 grand. Grand это такое сленговое слово, которое значит тысяча. Ну тысяча долларов в данном случае, когда речь идет о деньгах. Ну что-то вроде там штука или косарь, как мы по-русски говорим. To that's worth 25 grand. To be worth something неправильно сказал. Это значит стоит что-то, иметь какую-то стоимость. Есть еще такое разговорное выражение. It's not worth it. Это того не стоит. It's not worth it. Если мы говорим, что the pigeon is worth 25 grand, мы имеем в виду, что стоимость этого голубя оценивается в 25 косарей. И он говорит, что сам этот факт is absolutely hilarious. Hilarious это очень смешной. Такой по-веселому смешной, по-доброму смешной. Бывает еще смешной, такой глуповато смешной. Но это не тот случай. Но когда мы говорим, что что-то is absolutely hilarious, это значит просто ухохочешься с этого. Субтитры показывают, какое действие выполняют персонажи, как правило. И здесь написано whistles. Ну, в третьем лице единственного числа, потому что имеется в виду he whistles, он свистит. To whistle значит свистеть. Вот, стоило ему только свистнуть, и здесь сразу birds chirp. Chirp это чирикать, и dog barks. Bark это лаять. Субтитры показывают, что птицы чирикают, собака лает. Скунс вылазит из корзинки с грязным бельем, из унитаза вылезает выдра, по-моему. I'm gonna pause it right there. Говорит ведущий, поставлю сейчас на паузу. Пауза опять, было это слово. Давайте отмотаем немножко назад. It's just so much fun, you know, the whole idea. Он сейчас говорит об этой сцене, и говорит, что вот эта вот the whole idea, вся идея чего-то, is just so much fun. Fun это вообще само по себе, как сказать, существительное fun, это значит веселье. А когда мы о чём-то говорим, что is fun, мы можем сказать, что это что-то интересное, это что-то весёлое. Когда он говорит об этой сцене, it's just so much fun, он имеет в виду, что эта сцена очень забавная, она такая весёлая, прикольная. Также, кстати, можно сказать не только о каком-то предмете или сцене, так можно сказать и о человеке. Можно сказать, that guy is so much fun, is a lot of fun. То есть этот человек, он не то, что он смешной, но с ним интересно, с ним весело. Он такой интересный, забавный. It's just so much fun, you know, the whole idea. Это просто так смешно. It's just so much fun. Он имеет в виду вся эта идея. That Ace Ventura can wiggle the keys and all of the animals in his house. Он говорит, что ему кажется смешной вся та идея, что Ace Ventura может просто покрутить ключами в замочной скважине, и все животные сразу появляются и начинают прятаться там кто где, выскакивают, приходят в общем в движение. To wiggle the keys, это значит wiggle, это вот здесь вот появляются подсказки покачивать, ерзать. Это такое какое-то покачивающее вращательное движение. Он еще руками вот так вот сделал, покрутил. Имеется в виду покрутить ключами. Когда мы ключ вставляем в замочную скважину и начинаем щелк-щелк, вот это и есть wiggle the keys. И ему кажется забавной сама эта идея, что Ace Ventura стоит ему только открыть замок, открыть дверь и все животные в его доме, которых он спас, rescue, это спасать. Если вы не знакомы с этим фильмом, Ace Ventura это частный детектив, который занимается животными, то есть он многих животных спас. Or he lives among, или среди которых он живет, we'll all go and hide into various spots. Все сразу пойдут и спрячутся в разных местах. Spot это место, various это разные, разнообразные. Go and hide into various spots, it's ridiculous. It's ridiculous, it's not how it works. Помните, я говорил, что hilarious это смешно, так вот весело, смешно. Ridiculous это тоже смешно, оно немножечко по-другому смешно. Это когда что-то глупо смешно, что-то абсурдно смешно. Это слово может в негативном таком смысле использоваться, когда говорят о чем-то возмутителем. It's ridiculous, но это смешно, то есть это возмутительно. Вы требуете от меня какую-то глупую вещь, допустим. Там, не знаю, бумажку подписать там какую-нибудь двадцатый раз. И вы уже психуете и говорите, it's ridiculous. А это может быть также что-то, как сказать, смешно. Не из-за того, что это возмутительно, а из-за того, что это абсурдно. Он здесь именно это говорит. Сцена настолько абсурдная, что она смешна. It's ridiculous, it's not how it works, it's not how animals work. Немножечко назад. It's not how it works, это такое частое выражение, которое значит, ну так же как и по-русски, это так не работает. Когда мы о чем-то говорим, потом, ну то есть мы представляем, что, допустим, когда человек приходит домой, вот эти вот все животные начинают сразу суетиться, и он говорит, нет, 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 это так в жизни не работает. В жизни, мол, на самом деле не так. И дальше он продолжает мысль и говорит, it's not how animals work. Животные так не работают. Но, разумеется, речь идет не о том, как они работают в плане, трудятся, производят там материальные какие-то ценности или что-нибудь вроде этого. Имеется в виду, животные себя так не ведут. Ну, я думаю, это и так понятно. Он говорит, что возможно, если, даже будь вы там супер надрессированным, будь это супер надрессированные животные, невозможно их заставить провернуть вот такой вот трюк, начать вот это все хаотичное движение. Это абсурдно, это нереалистично, и это очень забавно. Я сейчас могу не совсем точно сказать. Сейчас я отмотал субтитр назад, и посмотрим подробнее. Такое длинное предложение. Doesn't matter. Не имеет значения. If you are the best trained creatures. Creature это существо, а слово best trained, глагол to train, значит не только тренировать, но и дрессировать, когда речь идет о животном. How to train a dog. Как дрессировать собаку. How to train your dragon. Мультик есть такой. Буквально значит, как дрессировать своего дракона, как его надрессировать. Ну, в русском переводе он называется более благозвучно, как приручить дракона. В принципе, такой вариант названия к тому мультику тоже подходит. То есть, пусть это даже супер натренированные, самые натренированные, самые надрессированные существа в мире. Maybe you could the odd dog to do it. Может быть, он это необычный, странный, то есть, может быть, какую-нибудь необычную собаку. Можно было бы заставить это сделать. Вот это выражение, get someone to do something. Значит, сделать так, чтобы кто-то что-то сделал. Ну, не то, чтобы заставить, вот, в смысле, принуждать, да, а сделать так, чтобы кто-то что-то сделал. In the world, maybe you could get the odd dog to do it, but to get, you know, this... But to get this cacophony of creatures that all live... Дальше он продолжает in this small apartment, по-моему, так он говорит. Но заставить вот эту всю какофонию существ, какофонию, это легко догадаться, какофония, как в русском языке. Но, разумеется, это не какая-то суперупотребительная идиома. Он просто на ходу придумал такую выразительную фразу, какофонию существ. Заставить всю эту какофонию существ, которые живут, по-моему, в одной квартире, он дальше скажет. In this tiny one bedroom apartment, apartment это квартира, в американском английском британцы говорят flat. One bedroom значит с одной кроватью, вернее, не с одной кроватью, с одной спальней. В Америке принято количество комнат в квартире изменять спальнями. То есть одна, одна бедрумная, как говорят эмигранты, квартира, это квартира с одной спальней. Там немножко не так, как у нас это измеряют. Tiny это маленький крошечный. Tiny apartment. В этой крошечной, однокомнатной, вернее, с одной спальней и квартирой. То есть, так, как он там говорил. То есть невозможно заставить всю эту какофонию животных вот так вот привести в движение. Пойти и спрятаться. It's absurd, it's hilarious, it's not realistic at all. Это абсурдно, это смешно, это совершенно нереалистично. Вот это выражение, it's not realistic at all, можно взять на вооружение. Если вы посмотрели какой-нибудь фильм и он вам не понравился, потому что там очень неправдоподобно что-то сказано, вы можете сказать, что вам этот фильм не понравился, потому что it's not realistic at all. Это совершенно нереалистично. It's hilarious, it's not realistic at all, and it's a ton of fun. And it's a ton of fun, продолжает он эту мысль. Там было, по-моему, it's a lot of fun, или much fun, so much fun. То есть это очень весело, это очень забавно. В этот раз он использует такой другой вариант этого выражения. It's a ton of fun. Ton это тонна, ну, мера веса, тонна. Он говорит, это буквально тонна веселья. Ну, то есть это очень весело, говорит он об этой сцене. Хотя и абсурдно, и нереалистично. As Ace Ventura blows the whistle, the first thing you see is the beagle coming running out, the dog. There's a toucan in the frame. There's a whole bunch of South American parrots, which is hilarious. Так, здесь он комментирует вот эту сцену, когда Ace Ventura свистнул, и все начинают выскакивать. As Ace Ventura blows the whistle, the first thing you see... Давайте здесь пока остановимся. Выражение to blow the whistle значит буквально свистнуть. Также есть такое сленговое выражение to blow the whistle, ну, вернее, идиомы. Это значит настучать на кого-то, но здесь имеется в виду прямое значение. Как только Ace Ventura свистит, the first thing you see, первое, что вы видите, is the beagle coming running out. Это выбегающий beagle. Я не знаю, как эта порода точно называется по-русски. Вот коротконогая гончая. Здесь, по-моему, beagle есть такое слово. Но это собака такая, вот та собака такая, манька на коротких лапках, которая выбегает. Coming running out, выбегает собака. There is a toucan, правильно я говорю? Toucan, toucan, это птица такая. Вот, вот бегал выбежал. There is a toucan in the frame. There is a toucan, вот как произнесся. Toucan, toucan in the frame. Тукан появляется в кадре. Слово frame может значить рамка, ну, рамка, допустим, какого-то изображения, но здесь имеется в виду кадр, ну, кадр в кино. There is a whole bunch of South American pears. Он скажет. И там еще целая куча South African parrots. Нет, South American parrots. Южно-американских попугайчиков. A whole bunch of something – это значит целая куча чего-то. Или целая куча кого-то. There is a whole bunch of South American parrots, which is hilarious. Which is hilarious. Там целая куча южно-американских попугайчиков, что уже само по себе смешно. Кстати, вот видите, вот рамка, да? Это тоже frame. Но в то же самое время, вот весь этот кадр – это тоже frame. Of course these are common birds in the pet trade. Вот до того, как я смотрел это видео, я не знал слова pet trade. Но я легко понял, что оно значит, потому что здесь по контексту понятно, о чем идет речь. Слово pet – это домашние животные. Trade – это торговля. Имеется в виду торговля домашними животными. То есть рынок домашних животных. Все эти птицы, они вполне себе распространены на рынке домашних животных. Помните слово common? Я там разбирал, что uncommon – это не обычный, а common – это наоборот распространенный обычный. Так, здесь такое быстрое очень предложение. Но вы определенно не захотите, чтобы так много их, ну то есть вот этих вот существ, вот этих вот животных, жило в маленькой квартире. Wanna – вот здесь слово wanna – это сокращенно от want to. Но я думаю, вы это знаете. But you certainly wouldn't want to have that many of them living in a small apartment. Now my favorite part of the opening of the scene. Now my favorite part of the opening of the scene. Слово scene – значит сцена, а слово opening – значит начальная часть чего-то, особенно когда речь идет о фильме. То есть the opening of the movie – значит это открывающая сцена, начальная сцена фильма. Здесь он говорит, моя любимая часть открывающей начальной сцены, начальной части этой сцены – это Is the otter coming out of the toilet? Otter – это вот такое вот милое животное. По-моему, по-русски правильно выдра, да? Ну-ка давайте его переводчика спросим. Выдра, тут же мех выдры, рыболовная снасть. Да, имеется в виду выдра. Is the otter coming out of the toilet? Выдра, которая вылезает из унитаза. Кстати, слово toilet, многие почему-то думают, что toilet – это туалет, сама по себе комната, помещение. Но это действительно, это комната, помещение, помимо того, что это может быть restroom или bathroom, это может быть еще и toilet. Но помимо этого, слово toilet также значит сам девайс в этом помещении. Об этом почему-то многие не знают. Здесь он говорит, какой именно это вид выдры. That's an Asian small clawed otter. Я не знаю, как правильно по-русски называется этот вид выдры, но если перевести просто дословно, то это азиатская выдра с маленькими когтями. Claw – это коготь, когда речь идет о животных. Например, у собаки, у кошки когти называются claws. Когда речь идет, например, об орлах или о ястребах, тогда это называется talons. У птиц когти называются по-другому – talons. Но здесь речь идет о животном, поэтому small clawed – азиатская выдра с маленькими ноготочками. They're absolutely hilarious, super inquisitive. They're absolutely hilarious. Они прямо вот совершенно смешные, super inquisitive. Inquisitive – это такие, как сказать, которые всем интересуются, все им интересно, всюду лезут, как тут пытливые. Да, вот пытливые, мне подсказывает переводчик. Любознательные, назойливо любопытные. То есть в духе выдры вполне себе полезть под крышку унитаза, посмотреть, что там. Of everything and how unrealistic these clips are, the most realistic part of this is probably an Asian small clawed otter hiding and playing in a toilet. Because they're just so mischievous, they're so playful, they're so much fun. They would absolutely hide in a toilet and pop out like that. I love that clip, it's super cute. Сейчас разберем это предложение и, наверное, этим ограничимся, потому что он еще много будет рассказывать, и не только про этот фильм. Предложение тут довольно большое такое. Of everything and how unrealistic these clips are, the most realistic part of this is probably an Asian small clawed otter. Он говорит, что при всем том, насколько, при всей нереалистичности этого ролика, the most realistic part of this, наиболее реалистичная часть этого, это вероятно. The most realistic part of this is probably an Asian small clawed otter. Это, вероятно, азиатская выдра с маленькими ноготочками, которая прячется и играет в унитазе. Hiding and playing in a toilet. Because they're just so mischievous, they're so playful. Because they're so mischievous, mischievous, they're so playful. Playful значит игривый. Playful. Игривый, шаловливый, шутливый, веселый. Mischievous, mischievous значит какая-то неудача, mischievous значит озорной, да, вредный, непослушный, озорной. В общем, это вполне себе в духе этих животных. Because they're just so mischievous, they're so playful, they're so much fun. They would absolutely hide it. They're so much fun, опять он говорит. Но на этот раз он говорит не о какой-то сцене, ситуации, он говорит о животном. Он говорит, что эти животные, они so much fun, то есть они такие прям забавные, такие веселые. Они, they would absolutely hide in a toilet. Они, ну, то есть бесспорно могли бы спрятаться безо всяких проблем в туалете. Вполне себе такое возможно. They would absolutely hide in a toilet and pop out like that. В унитазе. And pop out of like that. Как он сказал? Pop out like that. Слово pop значит что-то лопнуть можно. Это может значить хлопок или лопнуть что-то. Допустим, если мы возьмем шарик и так шпок его, лопнем, это будет we popped a balloon. Мы лопнули шарик. А pop out, фразовый глагол, значит выскакивать откуда-то. Вот когда эта выдра вылезла из-под крышки унитаза, она как раз-таки popped out из-под этой крышки. Как раз идеально подходящий глагол движения. Pop out like that. I love that clip. It's super cute. I love that clip. It's super cute. Вот на этом предложении мы и остановимся. I love that clip. Значит, ну, смотрите, если прям... Ну, все, конечно, знают слово love. Если прям буквально перевести, получится я люблю эту сцену или этот отрывок, это видео. Я люблю это видео. Но если мы по-русски скажем, я люблю это видео, получится как будто он это видео обожает, он его фанат, он его постоянно пересматривает, он записал его на DVD и поставил этот диск на почетное место на полке. Здесь имеется в виду немного другое. Мне нравится этот клип. То есть, я вот его построил, мне нравится. Очень прикольный клип. It's super cute. Cute значит милый, такой приятный, забавный, такой по-доброму милый. Когда речь идет о животных, это слово часто употребляется. Я имею в виду таких милых, забавных животных, типа вот этого вот otter, Asian small clawed otter, этот азиатский, азиатская выдра с маленькими когтями. Но я думаю, что на сегодня хватит. Я надеюсь, это видео было для вас интересно, полезно. Вы узнали из него что-то новое, может быть, не только об английских словах, но и о животных и птицах. Если да, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующий раз.